На портал Экзегет поступил вопрос. Господь создал мир за шесть дней, а в седьмой день Он почил. А в настоящее время Бог почивает? Продолжается ли для Него седьмой день, или Он закончился? Большое спасибо за действительно интересный и богословски значимый вопрос. Постараемся несколько поразмышлять над этим. Во-первых, все-таки принципиально важно, что для Бога время как, ну скажем так, система внутренних координат отсутствует. То есть Он не живет внутри времени. Оно создано им, и, соответственно, наступит, например, момент, когда время закончится, а, например, бытие материи не прекратится. Об этом говорит, собственно, например, книга «Откровение» Иоанна Богослова, когда говорит о том, что Солнце никогда не зайдет над Новым Иерусалимом. Соответственно, для Бога ни первый, ни седьмой, ни какой бы то ни было иной день, вот в этом плане не значим. Но они значимы для творения, для нас с вами внутри времени живущих. И вот здесь мы можем свидетельствовать, что с точки зрения целого ряда отцов церкви, на самом деле седьмой день – это тот период творения, в котором актуально проживаем мы с вами сейчас. То есть активный период творения, то есть каких-то системных изменений, как бы усложнения в бытии мира закончен, и вот началось то самое время человеческой истории, в которой мы таких радикальных изменений более не наблюдаем. Таким образом, мы можем говорить и о том, что и все предыдущие дни творения также не являются однозначно 24-часовыми промежутками времени. Если с точки зрения святых отцов мы с вами живем в седьмом дне, то есть вот в этом седьмом периоде, то и все предыдущие шесть – это такие же некоей протяженности, периоды времени. Более того, нас с вами ожидает день восьмой – день непрекращающийся и незаходящий, день, когда творение придет к своей полноте, к норме, к тому, каким оно задумано Богом. Относительно того, активен ли Бог в этот момент времени, нам, собственно, свидетельствует весь объем библейского текста. С одной стороны, Бог не активен в плане произведения чего-то принципиально нового, как мы видим, например, произведения света, или явления жизни, или творения Богом разума. Это такие вот рэперные точки в творении. Но при всем при этом он, конечно, активен, потому что он активен и деятелен в истории взаимодействия с человеком, то и, собственно, он осуществляющий дело спасения. Об этом говорит, собственно, и сам Христос, когда свидетельствует в Евангелии, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok